Цифровизация, а также являясь интегратором и также интегратором IP-телефонии, у меня большой опыт в построении бизнес-процессов, внедрении отделов в продаж и контакт-центров. Что мы сегодня узнаем на вебинаре? Какую роль играют социальные сети в наши дни? По каким алгоритмам работают социальные сети Instagram? Какие дополнительные инструменты можно подключить в социальных сетях? И почему же все-таки стоит завести страницу, если у вас ее нет? Чем же стали социальные сети в 21 веке для бизнеса? В социальных сетях зарегистрировано огромное количество пользователей, все они покупатели. Посмотрите на свою целевую аудиторию. Если ваши клиенты, потенциальные или действующие, есть в социальных сетях, вам тоже нужно там присутствовать. В социальных сетях бренд становится ближе к клиенту, он находится в одном мире с ним, заявляет о себе, общается через контент и помогает с выбором. Социальные сети – это фактор, способствующий к стремительному росту и охвату новых клиентов. Зачем же все-таки они нужны вам? Нужны ли социальные сети конкретно вам, зависит от того, что именно вы продаете и кому. Если вы продаете самолеты Boeing, то, конечно же, ваш клиент не пойдет в социальную сеть, чтобы выбрать самолет. А вот если услугами клиентов, для клиентов вы предоставляете услуги различные, продаете что-то, какие-то услуги репетитора, может быть, ввязанные носочки, то клиент, конечно, придет в социальную сеть. Итого, для чего они нужны? Привлекать новых клиентов, поднимать продажи, оказывать поддержку и получать обратную связь от своих клиентов, повышать узнаваемость своего бренда. То есть через социальные сети вы можете охватить более большую аудиторию, не только оффлайн, а онлайн. Искать сотрудников, то есть через социальные сети можно выполнять даже такие функции. Соцсети постоянно развиваются, и поэтому ваш бизнес тоже будет стремительно развиваться и расти вместе с социальными сетями. Количество пользователей социальных сетей растет каждый год. 90% пользователей мобильного интернета активно пользуются социальными сетями. Если брать статистику по миру, то среднее время, которое человек проводит в социальных сетях, составляет 2 часа 24 минуты. То есть ваш потенциальный клиент 2 часа проводит в социальной сети, и за это время вы можете его поймать, предложить что-то ему полезное и хорошее, и увеличить свою прибыль. Динамика роста аудитории социальных сетей в 2020 году. Быстрее всего социальные сети развиваются в Азии. Этот рынок является самым перспективным для рекламных агентств. Также в Азии быстрее всего развиваются новейшие механики продаж в социальных сетях. Что еще говорят нам цифры? 40% пользователей интернета во всем мире используют социальные сети для работы. По гендеру среди пользователей социальных сетей почти 50 на 50. 54% мужчины и 40% женщины. По аналитике в конце 2021 года специалисты KSL подвели итоги, выдав аналитический отчет по наиболее популярным соцсетям. Во всем мире, конечно же, литирует видеосервис YouTube. На втором месте в Казахстане несколько лет подряд держится социальная сеть Instagram. Ее же мы с вами сегодня и разберем, потому что большая часть бизнеса, интернет-магазинов, мелких магазинов, больших, средних, крупных, базируются в Instagram и предоставляют там свои услуги. Бизнес-аккаунт в Instagram. Что же это такое? Есть понятие аккаунта для обычных людей, которые не занимаются бизнесом. Есть аккаунты, которые обладают большим набором функций, чем обычные. Это бизнес-аккаунты. В нем удобнее наладить коммуникацию с подписчиками, отслеживать их активность и активность их постов. Как создается бизнес-аккаунт? Нажимаете, заходите в свой профиль, нажимаете настройки, открываете раздел «Аккаунты» и выбираете «Переключиться на профессиональный аккаунт». Все довольно очень интуитивно и просто. Обязательно выбираете категорию, которая лучше всего подходит вашему направлению, направлению вашего бизнеса, и ваш аккаунт создан. Что является вторым шагом при создании бизнес-аккаунта? Оформляйте свой бизнес-аккаунт. Как только человек попадает на вашу страницу, он оценивает ее и принимает решение о подписке. С названием в целом для бизнес-аккаунта все довольно просто. Можете указывать свой бренд или направление своей деятельности. Своё имя лучше не указывать, если вы не являетесь популярной личностью, то есть если в поиске не вбивают ваше имя. Если брать каких-то популярных блогеров, например, Ксению Собчак, ее так и ищут, Ксения Собчак, то для бизнеса лучше забивать то, чем вы занимаетесь. Например, маркетинг или продажа услуги. Косметолог. Обязательно обращаем на это внимание. Не усложняйте, старайтесь не использовать слишком длинные названия, не злоупотребляйте иностранными словами, которые будет трудно запомнить, тем более воспроизвести без ссылки. Поиск в системе, в Инстаграме осуществляется по нику, по имени, по хэштегу и по геометкам. Поэтому делайте свой ник простым запоминающим. В имени аккаунта указывайте суть бизнеса. Используйте хэштеги в описании профиля. Указывайте географическое положение. Чаще всего клиенты забивают в Инстаграме услуги плюс город, потому что хотят найти именно то, что находится в их городе. Описание профиля в Инстаграме ограничено 180 символами, поэтому используйте смайлики для сокращения и визуального выделения. Когда описание профиля идет сплошным текстом, это выглядит не очень красиво, не очень завлекательно. Так, например, телефоны и способы доставки можно выражать смайликами самолетов, почты и другое. Проще отделить графическим знаком, чем писать слово. Что же написать о себе? Перечислите виды товаров и услуг, которые вы предоставляете. Разместите оффер, предложите скидку, бесплатный полезный материал и тому подобное. То есть разместите там призыв к действию. Зайдите, посмотрите, пройдите, что-то завлекательное. Некоторые профили дублируют способы связи. Используйте сервисы мультисылок, чтобы создать единую ссылку для всех способов быстрой связи с вами. Разберем далее. Что у нас еще бывает в шапке профиля, вернее, под шапкой профиля – это highlights. Это те истории, которые отображаются под описанием профиля и не удаляются через 24 часа. Собирайте свои истории в подборке, закрепляйте их в своем аккаунте. В этих подборках вы можете отражать такую информацию, как контакты, адресы, маршруты проезда к вам, историю создания вашего бренда или компании, товара и тому подобное. Не надо показывать в highlights свою жизнь, как вы где-то путешествуете или еще что-то делаете, потому что это не особо интересно будет для вашего клиента. И обязательно проверьте, убедитесь, что вы заполнили всю необходимую информацию, чтобы клиенты легко могли вас находить. Второй шаг, когда вы завели себе Инстаграм, создайте свою витрину. То есть сочные фото привлекают потенциальных клиентов, развлекают и поднимают интерес действующих, поэтому отнеситесь к этому очень серьезно. Также для того, чтобы вы могли работать с фото и видео, на рынке существует множество программ и приложений для работы. Даю вам информацию о некоторых из них. Например, Adobe Photoshop Express – это приложение для мобильного редактирования фотографий. Урезанная версия ведущего программного обеспечения, в отличие от платного аналога, Эта версия предназначена не для профессиональных фотографов, его можно использовать в своей работе с мобильного телефона и быстро, качественно редактировать свои любительские фотографии. Давайте разберем алгоритм работы Инстаграма. Как работает алгоритм для постов и сторис? Что такое сторис и посты в ленте? Это фото и видео тех, на кого вы подписаны, плюс рекламные посты. То есть если клиент подписался на ваш аккаунт, он будет видеть то, что вы постите в сторисе и в постах. Для того, чтобы определить, чей пост или сторис будет показан в начале, а чей в конце, алгоритм Инстаграм использует некоторые сигналы. Первое – это информация о посте. Насколько он популярный по лайкам, сколько человек его лайкнули, сколько его людей посмотрели. Если это видео, то обращается внимание на его объем, на его длину и на геолокацию, откуда пост был сделан. На недавнее взаимодействие посты вашего аккаунта в ленте ваших клиентов будут выше, если будет активное взаимодействие с этим постом. Лайки, комментарии, сохранения. И чем чаще с ним люди взаимодействуют и активнее, тем выше в ленте будет видеть это ваш клиент. Лайки. Система Инстаграма смотрит на лайки. Алгоритм поставит пост выше в вашей ленте, если клиенты лайкали другие посты вашего аккаунта. То есть чем чаще ваш клиент взаимодействует с вашим аккаунтом, чем чаще лайкает ваши посты и комментарии, тем выше у него в ленте и тем чаще будет попадаться ваш материал. Комментарии тоже самое, аналогично. Пост будет выше, если раньше ваши клиенты взаимодействовали с вашим постом или с вашими сторисами, оставляли какие-то реакции, комментарии, сохраняли себе, и вы будете вверху в топе в их ленте. В ленте Инстаграма есть пять главных показателей заинтересованности вашей аудитории. С какой вероятностью ваш клиент задержит внимание на вашем посте и сторисе больше, чем пара секунд. Поставит ли он лайк, оставит ли комментарий, сохранит его или нет, перейдет в профиль вашего аккаунта или нет. То есть очень нужно грамотно и ответственно подходить к тому контенту, который вы даете, призывать к каким-то действиям, к комментариям, к сохранениям, чтобы вас чаще показывали в ленте ваших клиентов, ваших подписчиков. Но есть исключения. Лента Инсты не будет показывать слишком много постов от одного аккаунта. То есть не имеет смысла выкладывать несколько постов подряд. Поэтому соблюдайте какую-то временную дистанцию, интервал между вашими постами. Не старайтесь спамить и каждый час там выкидывать по посту. Пару постов в день, утром, вечером будет достаточно, чтобы подписчики видели ваш контент. Плюс Инстаграм также борется еще с дезинформацией. Если будут поступать жалобы на то, что вы публикуете, то, возможно, если даже его сразу и не удалят, но в ленте он будет в самом низу, а, возможно, вы попадете в теневой бан. Хотя Инстаграм не подтверждает официально, есть такое понятие или нет, но на пару недель вы можете просто пропасть из ленты, из рекомендации, и вас не увидят. Также помимо постов и сторисов в Инстаграме есть такое понятие, как рекомендованное. Это раздел Инстаграма полностью состоит из постов, сторисов, рилсов, аккаунтов, на которые вы не подписаны, но можете потенциально заинтересоваться. То есть ваш контент может попасть в рекомендованное людям, которые могут быть потенциальными вашими клиентами. Сигналы для алгоритма Инстаграма, которые помогут попасть в рекомендованное, следующие. Инстаграм смотрит на те посты, которые недавно лайкали люди, на те посты, которые не сохраняли и комментировали, и на основании этого выдают им тот материал, который им был бы потенциально интересен. Что также может помочь вам выйти в рекомендации? Это популярность вашего поста, как быстро он набирает лайки, комментарии, расшаривание, сохранение. То есть очень важно повышать активность в ваших постах и сторис. Смотрит также на вашу историю взаимодействия с аккаунтом. Скорее всего, если ваш аккаунт нигде не показывается, то в рекомендации он не попадет. Также смотрит на недавние взаимодействия. За последние пару недель была ли активность на вашей страничке, была ли активность на ваших постах. И если активность постоянная и стабильная, то вы будете чаще попадать в рекомендации к вашим потенциальным подписчикам, вашей потенциальной аудитории. И давайте я вам еще расскажу про Reels. В прошлом году, летом, Instagram запустил новый формат коротких видео. Главная задача Instagram Reels – это развлекать. В основном лента Reels состоит из видео от аккаунтов, на которые люди не подписаны. Поэтому это главная фишка Reels Instagram. Так как это формат новый, Instagram старается максимально поддерживать небольшие аккаунты и давать им большой охват. Например, на фото вы можете видеть, как в аккаунт, у которого 125 подписчиков, охват больше тысячи. То есть вы можете через Reels показывать большим количеством людям свой контент. Сигналы для алгоритма по Reels, как Instagram работает с ними. Instagram обращает внимание, с какими Reels люди взаимодействовали в последнее время, как они на них реагировали. Также они смотрят на информацию об аккаунте, который опубликовал это Reels. Instagram делает акцент на небольшие маленькие аккаунты, чтобы помочь им найти аудиторию. Поэтому этот инструмент советую использовать часто и эффективно. Использовать популярную музыку, актуальные темы, рассказывать в Reels о своих товарах и услугах. Так вы сможете охватить наибольшее количество людей. Что нужно помнить, когда вы публикуете Reels? Когда вы публикуете Reels, нужно понимать, что нельзя загружать скачанные видео из TikTok, так как на них есть водяные знаки. Instagram просто не пропустит такие видео, либо не будет показывать аудитории. И есть темы, которые запрещены к обсуждению в Reels. Например, политические видео также не вызывают интереса у подписчиков, либо же их не показывают большой аудиторией. Теперь поговорим о том, нужно ли привязывать Instagram к Facebook. Мы создали аккаунт, начали его раскачивать, оформили его, начали наполнять контентом, взаимодействовать с аудиторией. И мы понимаем, что нам нужно его продвигать, то есть включать какой-то таргетинг, рекламу. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы продвигать свою страничку, нужно привязать обязательно Instagram-страницу к профилю в Facebook. Для чего еще нужно это делать? Для того, чтобы защитить свой аккаунт от слома. Возможность, также привязка дает возможность автоматически публиковать сторисы и посты сразу и в Instagram, и в Facebook, чтобы не переключаться между социальными сетями. Переписываться со своими контактами, которые есть и в Facebook, и в Instagram. Например, все чаты будут видны в Директе. И также вы сможете увеличить количество подписчиков за счет того, что Instagram будет рекомендовать вас друзьям из Facebook, у которых есть своя страница в Instagram. То есть социальные сети очень сильно связаны между собой, и привязать нужно очень обязательно, если у вас бизнес-аккаунт. Как привязать страницу Instagram к Facebook через телефон? Это все делается очень просто. Также вы можете вот сейчас видеть на видео, нужно пройти в свой профиль, в настройки, в настройках пройти в аккаунт, публикация в других приложениях и выбрать подключение к странице Facebook. Через войти на Facebook вы можете, либо если у вас на телефоне уже подключен ваш профиль, он автоматически покажет, поднимет ваш профиль, либо же ввести логин и пароль, продолжить и завершить настройку. Все таким образом вы очень легко привязываете страницу в Instagram. Также в дальнейшем, если вы проходите по тем же самым настройкам, аккаунт, публикация в других приложениях, в Facebook вы можете увидеть, на какую страницу Facebook вы привязаны. И таким же образом там же можно все это отвязать. Давайте разберем функцию маркета в Instagram. Что такое Instagram Shopping? Это магазин, ваша настраиваемая витрина. Набор функций, через которые пользователи могут напрямую покупать ваши товары, смотреть их, лайкать, сохранять, отправлять другим пользователям Instagram. Instagram делится статистикой. 70% покупателей используют соцсеть для поиска новых товаров. 87% из них готовы тут же купить товар под влиянием мнений лидеров. Они могут опираться на те комментарии, которые есть под товарами, могут опираться на мнение блогеров или же друзей и хотят сразу же купить этот товар. Среагировав, то есть они ищут точку входа, куда бы обратиться, где бы его взять. И поймать горячего покупателя как раз-таки помогает функция шоппинга в Instagram. Официальное пошаговое руководство по настройке функции вы можете найти по адресу, который у нас сейчас есть на презентации. Презентация, конечно, будет вам выслана. Рекомендую также, прежде чем подключить функцию, проверить, не относятся ли товары, которые вы хотите прорекламировать или продать, к списку запрещенных товаров, или же не относятся ли они к категории запрещенного контента на Facebook, и только после этого запустить функцию шоппинга. Также нужно обязательно проверить, связан ли ваш бизнес-аккаунт с профилем в Facebook. Если этого нет, вы запустить данную функцию не сможете. Также, чтобы настроить Instagram шоппинг, вам понадобится дополнительный инструмент. Это Desktop-инструмент Commerce Manager, который вы сейчас видите на экране. Он помогает создать электронный каталог в Facebook. Адрес, по которому можно пройти к этому инструменту, также есть в презентации. Когда вы проходите в этот инструмент, вы можете подтвердить свой аккаунт, включить функцию Instagram шоппинга и отметить товары на своих публикациях, используя шоппинг-текс. Если есть вопросы по маркету, вы можете писать в чат. Мы уже после, в конце вебинара разберем эти вопросы. Что еще можно использовать в Instagram для того, чтобы эффективнее работать, эффективнее взаимодействовать со своей аудиторией, повышать уровень продаж своего сервиса? Когда Instagram не только про развлечения, но и для того, чтобы зарабатывать и продвигать свой бизнес, требуются некоторые дополнительные программы и сервисы, которые помогают набрать первых подписчиков, следить за статистикой, за конкурентами или облегчить процесс публикации постов и сториз. Согласно статистике, большинство пользователей Instagram обращают внимание на то, сколько у вас подписчиков. Эта закономерность получила название social proof. Такое социальное доказательство наличия большого количества фолловеров служит не только доказательством популярности бренда, но и сигналом о подобрении его со стороны аудитории. То есть большое количество подписчиков – это про доверие. Покупать товары в сети, в интернет-магазине чаще всего люди опасаются, боясь, что могут попасться мошенники, которые могут обманывать, не высылать товар, просто получать деньги и отключать потом свои профайлы. Поэтому многие обращают внимание именно на количество подписчиков. Есть такие сервисы, которые помогают накручивать первых подписчиков. Для чего это нужно? Этим не нужно злоупотреблять, но это нужно для того, чтобы продвигать свой аккаунт, чтобы его показывали в рекомендациях, показывали потенциально своей аудитории. В дальнейшем после первого времени от этих сервисов можно будет, конечно же, отказаться. Есть также дополнительные системы, которые помогут проанализировать статистику вашего аккаунта. Официальная статистика Instagram также существует. Она показывает много информации о подписчиках, пол, возраст, георасположение, время его активности. Показывает информацию о постах, сколько людей просмотрели, какой охват был у этих постов, сколько раз его сохранили, вовлеченность. Но сторонние программы и сервисы в Instagram могут дать вам более расширенную статистику, а также статистику конкурентов. Например, динамику роста подписчиков. Вы можете, кстати, динамика роста подписчиков может быть вам полезна, если вы хотите сотрудничать с каким-то блогером, хотите заказать рекламу. Вы можете посмотреть у человека, который может быть потенциально вашим рекламой, тем, кто будет вас рекламировать, есть у него резкие скачки. Если есть резкие скачки, то, скорее всего, это накрутка подписчиков, то есть сторонние сервисы показывают процент вовлеченности, процент ботов и многое другое. Также есть большое количество приложений, которые генерируют случайные числа. Для чего они нужны? Чаще всего аккаунты Instagram-магазины проводят бесплатные розыгрыши. Это способ быстро получить новых подписчиков. Основные условия успеха – грамотно продвигать свои конкурсы, выбрать победителя розыгрыша честно, чтобы не было конфликтов, чтобы подписчики не усомнились в том, что вы что-то подтасовываете или мошенничаете. С помощью генератора случайных чисел вы можете легко проводить эти розыгрыши, конкурсы. Например, тот генератор, который сейчас я показываю на экране, извиняюсь, он может быть как и рандомайзером, так же помогает проводить конкурсы и розыгрыши на основании постов и сторис. То есть функционал этого генератора намного выше, чем просто генератор случайных чисел. Чат-боты в Инстаграм. Все знают про чат-боты, что это и для чего это. Они могут отвечать на сообщения в Директ, а могут отвечать на комментарии к постам и также обрабатывать упоминания в сторис. Чат-боты в Инстаграм умеют автоматически отвечать на сообщения круглосуточно, 24 на 7. Они также могут реагировать на комментарии и на отметки в сторис. Это экономит ваше время, увеличивает, вернее, ускоряет работу с аудиторией в коммерческих аккаунтах и улучшает коммуникации с клиентами. То есть если вы включаете бот, вы можете быть уверены, что если вам кто-то напишет, Инстаграм обязательно отреагирует, чат-бот ответит. И не будет такого, что между обращением клиента и первой реакцией будет большое количество времени. То есть это поможет зацепить клиента сразу же, горячего поймать, и дальше вам просто нужно будет добить это дело. Чат-боты, в отличие от людей, работают круглосуточно. То есть если ваш менеджер, например, которого вы можете нанять, будет отвечать с 9 утра до 6 вечера, то чат-бот может ответить и в 7 утра, и в 11 ночи, и в 12 ночи, причем могут быть различные ответы в зависимости от времени суток. И не самое главное, чат-бот сокращает затраты. Если вы со временем перейдете на чат-боты, вы можете исключить какую-то работу человека, либо же не нужно будет увеличивать количество персонала, который отвечает на ваши сообщения. Ну и один из самых популярных распространенных сервисов – это сервисы Таплинк. Инстаграм и другие социальные сети позволяют разместить лишь одну кликабельную ссылку в профиле. То есть мы не можем разместить несколько ссылок подряд. С помощью сервиса мультиссылок Таплинка, например, вы можете разместить любое количество ссылок на ваши товары и услуги, акции, мессенджеры и аккаунты в социальных сетях. Также на сервисе Таплинк можно разместить целый интернет-магазин, каталог товаров и продавать оттуда. О сервисе мультиссылок мы поговорим на следующем уже вебинаре 31 мая. Будем разбирать детально, как его подключать, что делать, сколько это будет стоить. Ну и после того, как мы создали аккаунт, после того, как мы его наполнили, после того, как мы начали уже общаться, продавать, разместили, прокачали чат-боты, Таплинки, нужно его обезопасить. Часто мы слышим истории, когда взламываются аккаунты, угоняются, требуют за него выкуп, либо просто труд, который мог быть на протяжении нескольких лет, он пропадает и приходится начинать все заново. Как же себя подстраховать? Взломать аккаунт без присутствия хозяина на самом деле очень тяжело. И если вы уделите внимание тем небольшим деталям и проработаете все в самом начале, вы сможете себя обезопасить. Первое, обязательно проверьте безопасность актуальных, связанных с Инстаграм-сервисом. Не оставляйте свои пароли каких-то в сторонних приложениях, не сохраняйте их, не давайте доступ к своим документам на компьютерах и на телефонах. Обязательно применяйте безопасные пароли. Не нужно использовать пароли такие, как QWERTY, 123, ASD, 123, все, что может легко взломаться. Используйте уникальные буквенно-цифровые комбинации с использованием символов и регулярно меняйте пароли хотя бы раз в 2-3 месяца. Обязательно подключите двухфактор на аутентификацию, далее я о ней расскажу. Не авторизуйтесь с публичного Wi-Fi, потому что через публичный Wi-Fi могут взломать ваши аккаунты. И не указывайте в шапке аккаунта ту почту или тот номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт. В случае, если вам кажется, что ваш аккаунт взломан или его пытаются взломать, обязательно смените все пароли, проверьте и выйдите из всех устройств, которые не вызывают в вас доверие. О двухфакторной аутентификации. Сейчас часто об этом говорят, что нужно провести обязательно двухфакторную аутентификацию, и ваша защита будет более совершенной. Что же это такое? Простыми словами, двухфакторная аутентификация – это когда вы подтверждаете вход в систему какими-то дополнительными инструментами, не просто вводя логин и пароль. Это такая более продвинутая мера безопасности, и она позволяет защитить ваши аккаунты. Если настроить двухфакторную аутентификацию, то каждый раз, когда кто-то попытается войти в ваш аккаунт с неопознанного браузера или с устройства, которое не является вашим, вы будете получать уведомления. СМС или на почту лучше, конечно, настроить двухфакторную аутентификацию на телефон. И при попытке войти туда обязательно будет требоваться код, который будет приходить только на ваше устройство. Как же ее включают? Включить двухфакторную аутентификацию на самом деле очень просто. Нужно зайти в свой аккаунт в Инстаграме, перейти в настройки, в настройках выбрать подраздел «Безопасность» и там далее перейти в двухфакторную аутентификацию. После вам нужно будет просто нажать «Начать» в нижней части экрана и выбрать тот способ защиты, который больше всего вам подходит. Кстати, если вы включаете двухфакторную аутентификацию, вы можете просматривать запросы на вход. То есть вам будет показано, кто пытался зайти в систему, в ваш аккаунт, и вы сможете удалять устройства, которые пытались войти, но не вызывают ваше доверие, из списка доверенных. И так вы контролируете безопасность своего аккаунта. Спасибо большое за внимание. Это была небольшая такая информация про работу в социальной сети Инстаграм. Почему Инстаграм? Потому что это самая сейчас распространенная социальная сеть в Казахстане, и там ведется более, больше всего ведется бизнес. Если у вас есть вопросы, задавайте. Можете задавать в чат, можете включать микрофон, задавать. Буду вам отвечать. У нас есть в чате вопрос про запись вебинара. Запись обязательно будет. Может, есть у кого что спросить? Буду рада ответить. Может, вас интересуют какие-то конкретные инструменты, как подключить чат-бот, например. Если вопросов нет, то на следующих вебинарах мы уже разберем сервисы Топлинк. Или чат-боты. Извините, есть вопрос у Аси Афанасьевой. Вот в чате пишет. Все, вижу. У меня вопрос по рекламе. Лучше запускать рекламу с Facebook. По рекламе, по запуску, в принципе, нет разницы. Конечно, можно запускать ее и с Инстаграма, но с Facebook намного лучше, потому что там больше вариантов, как ее запускать, инструментов больше. И, конечно, так как Facebook является такой системой, которая как бы управляет Инстой, то лучше делать это оттуда, если есть возможность. В Инстаграме урезанный немножко функционал по запуску рекламы. Как подключить чат-бот? Вижу, да, Ася. Смотрите, чат-боты – это сторонние сервисы. У Инстаграма нет своего функционала такого, как чат-бот. Они просто в прошлом году дали возможность через API подключать эти чат-боты. Есть специальные программы, сервисы, приложения, которые позволяют это делать. Например, я вот показала такой сервис, как SendPulse. Можно бесплатно пробовать, запускать. Это очень легко. Переходите на их сайт SendPulse, нажимаете «Создать бота», и там прям есть инструкция, как это сделать, что написать, что нажать, как все подключить. По чат-ботам, если интересно, я могу подготовить вам просто прям детальный отдельный вебинар, как его подключить с первого шага до последнего, и как их редактировать и настроить более сложный функционал чат-бота. Так, у нас еще вопрос. Что лучше, большое количество неактивных подписчиков или малое количество активных подписчиков? Конечно, лучше малое количество активных подписчиков, которые вас активно лайкают, комментируют, оставляют какие-то реакции. И эта аудитория как раз-таки будет двигать вас, выдвигать в рекомендации, вы будете чаще попадаться в их ленте. И если они вообще будут делиться вашей информацией, шерить вас по знакомым, по друзьям, конечно, это намного лучше. Плюс неактивные подписчики все равно игнорируются уже в какое-то время в Инстаграме, и ваш аккаунт просто может уходить в теневой бан, потому что не будет реакции. Будет ли вебинар по настройке рекламы в Facebook? Если будет такой запрос, давайте мы, я думаю, пока сейчас у нас в графике вебинаров нет такой, нет такого вебинара, Зарема, мы можем какой-то опрос запустить в Телеграме, если будет интересно, если будет большое количество голосов за, мы могли бы подготовить. Да, конечно. Да, по чат-ботам, по подробным подключениям, думаю, тоже запустим опрос, и по итогам опроса тоже, если будет всем интересно, подготовим такой вебинар. В принципе, детальный, как все подключать. Я не дала такую детализацию в данной презентации, на данном вебинаре, потому что это очень много информации, было бы немножко затянуто, было бы немножко скучно, а так, если это будет большое количество людей, которые захотят идти именно на этот вебинар, мы его организуем. Есть ли еще вопросы? У всех ли есть аккаунты, в Инстаграме? Все ли их ведут? Отлично. Я считаю, что в наш век обязательно должны быть у всех в социальных сетях странички. Нужно их активно вести, и главное не забывать, помимо того, что вы наполняете их контентом, нужно обязательно реагировать на свою аудиторию. Если вам пишут в директ, пишут в комментариях, спрашивают цены, спрашивают контакты, спрашивают, как вам проехать, обязательно нужно на них отвечать, не оставлять, не игнорировать, потому что это один из основных критериев успеха работы в социальных сетях. Если вы будете все это игнорировать, не будете вовремя отвечать, от вашего контента, от того, как красиво выкладываете фото, не будет никакого толку, потому что люди просто будут уходить и разочаровываться в сервисе. Если больше нет вопросов, то мы можем закончить. Такой вопрос можно? Здравствуйте. Да, конечно. Здравствуйте, Жоля. Почему у меня, допустим, странички, две странички, просто я не успеваю, у меня много, которые клиенты пишут, допустим, даже в комментариях, они у меня уходят в запросы, хотя у меня страничка открытая. Это работа, как можно сказать, это тоже алгоритм Инстаграма от спама защита такая. То есть, да, у вас бизнес-аккаунт, да, она открытая, но если идут большое количество запросов, Инстаграм может так думать, что это спам, либо происходит какая-то непонятная активность у вас на страничке и отправлять все это запросы. А ее не хочу отключить, да? Нет, пока что нет такой, да, функции нету, чтобы ее отключить, все равно нужно время от времени проверять в запросах у себя, сколько у вас там остается сообщений в директе. Все хорошо, благодарю. Спасибо большое, Эльвира. Думаю, вебинар был очень полезным. Мы обязательно отправим запись и презентацию этого вебинара зарегистрировавшимся участницам на почту. и после этого обязательно мы также добавим всю информацию на наш канал в Телеграме. Пожалуйста, подписывайтесь. Также оставайтесь в курсе через ссылки, которые мы запостили выше, то есть помимо нашего Телеграм-канала это наш сайт, есть также инструмент Business Lens, клуб женщин-предпринимателей. Обязательно добавляйтесь. В будущем мы планируем организацию многих вебинаров. Если у вас есть какая-либо обратная связь, комментарии или темы, какие вы хотели бы увидеть, пожалуйста, дайте нам знать. Можете писать на почту. Почта, например, та же самая, с которой мы отправляем эти материалы. Вы можете в ответ даже написать. На Телеграм-канал снова ссылки отправим. Да, и хотела сказать, что у нас 31 мая еще один вебинар по сервису Таплинк. Будет очень интересно, там будет очень детальненько и информативно, поэтому тоже регистрируйтесь совсем скоро, буквально там сколько у нас осталось, не 10, и вы узнаете новую информацию по сервису мультисылок. Те ссылки, которые сейчас используются во многих аккаунтах Инстаграма, также в 15.00, 31 мая, и дополнительно также мы вышлем приглашение на этот вебинар. Айнур, у нас вебинары проводятся в 3 часа дня, все вебинары. Всем тогда спасибо. Если нету больше вопросов, было приятно с вами пообщаться. До встречи 31 мая. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok